Друзья, всем привет! Наше сегодняшнее приветствие из Кенни. Речь в выпуске пойдет о Кристине и Артеме Макаренко. Кристина и Артем, неоднократный победитель чемпионата России и различных соревнований внутри России, участвовали в европейских международных стартах. Кристина спринтер, она вообще сейчас не имеет равных себе в женском спринте в России. Артем недавно был многоборцем, но в последнее время пришел и переквалифицировался в спринтерский бег с барьерами 60 и 110 метров. Но сегодня все-таки больше о этих ребятах как личностях. Они остаются такими же скромными, интересными, несмотря на то, что достижений выше головы. Сегодня целый день мы провели именно с ними. Посмотрите, как это вышло в нашем сегодняшнем выпуске и не перематывайте. Погнали! Время завтрака я просматриваю телефон и проверяю каждый день свои акции. Периодически позволяем себе какие-то, возможно, нехорошие вещи. Поднадоело вот это в связи с недопусками и выступления на российских только стартах. Когда я переехала в Москву, из Омска одна, без мамы, без папы, вот, мне было очень тяжело. Потому что если ты выложишь какое-то фото в купальнике, попасть красивая, тебе приняты вот пять тысяч лайков. Там и пост не нужен. Один раз уже я попала в аварию. Что, устанавливаем колодочки, поэтому запоминайте, кто хочет пробежать так же быстро. Сначала сезон получилось не самым лучшим, как хотелось бы. Я думаю, долгий перерыв дал свои какие-то нюансы, коррективы внес. Ну, пришел как обычно. Я думаю, как все приходят в спорт. Мама, папа занимались. Бегали вроде неплохо. Там папа спринг бегал, мама 400-800 в свое время бегала. И поэтому я недолго попал в бассейне. Пошел тоже бегать. Все, и как-то закрутилось. Сначала там много всяких детских соревнований было, которые не особо у меня получались. Был я таким, знаешь, слабеньким чувачком, который хотел доказать просто, что у меня получится бегать. Я постоянно был догонял всех. Ну вот с пятого класса я начал, получается. И, ну да, нынешнего времени уже сколько получается. Ну да, здесь все это затянулось в занятии спортом. Когда я понял, что бег это мое, наверное, в году 2014, когда я более-менее начал уже профессионально к этому подходить. Там съездил на пару своих юношеских России. Понял, что вроде как что-то получается. Я могу там с кем-то конкурировать. И после этого уже начал серьезно заниматься. Потом в 15-м году переехал уже к нынешнему тренеру моему, Льву Алексеевичу Ободину, сюда, в Москву. Ну, наверное, вот 14-15 год был самым таким переломным и важным. В отличие от того, что я занимался раньше, это было как бы так все по детскому там в детской школе у нас в маленьком городе приходили там, побегали, попрыгали, ерундой как-то позанимались. И ничего серьезного не было. Потом уже как бы начал сам тренеру потихоньку говорить, что вот давайте, давайте, давайте. Ну и вот так вот все. Перешел, что я в Москву переехал. И когда в 2015 году я уже сюда переехал, перебрался, начал уже более серьезно готовиться и тренироваться, в тот год я как раз поехал на свою первую Европу и последнюю. Потом всех закрыли. Питаемся мы, можно сказать, наверное, интуитивно. То есть у нас нет какой-то жесткой диеты, мы не считаем там калории. Но периодически позволяем себе какие-то, возможно, нехорошие вещи, типа там чипсов, кока-колы, не знаю, бургеры. Но опять же, если мы едим там, например, те же бургеры, только хорошие. Там в Макдональдсе мы почти никогда не питаемся. Вот. Ну а так в основном в нашем рационе это рыба, морепродукты, углеводы, типа макароны. Ну как бы все относительно простое, но хорошее. Дома наши обязанности распределяются, наверное, неравномерно. Вот. Потому что Тёма не очень любит убираться дома, в принципе. Он так, его нужно прям заставлять. Вот. Ну, помогает мне мыть посуду периодически. Это очень, очень приятно для меня. Вот. Но так, в принципе, Артём очень такой, короче, помогает. Вот это вот самое лучшее, что может быть на завтрак. Чёрный хлебушек, сыр творожный и рыбка хорошая. Бомба. Да? Да. Второй завтрак просто шикарен. Вот мы сейчас с Артёмом ещё начали английским заниматься. Наверное, сколько уже месяца? Два. Месяца два или три. Вот. Мне, конечно, полегче даётся. Артём чуть-чуть потяжелее. Он ненавидит, наверное, разговаривать, там, пересказывать текст. Для него это прям тяжело. Но, в общем, для чего мы это начали, наверное, для того, чтобы, ну, просто развиваться хотя бы как бы самим. И надеемся, что в ближайшем будущем мы, наконец-то, поедем куда-нибудь на соревнования. Вот. Я уже придумываю речь, которую буду говорить после чемпионата Европы, например. Которую я хотела бы выиграть. Они с вами репетируют. Да. Я каждый день перед сном репетирую, чтобы я говорила. Ну, ладно, это шутка. Вот. Но, в целом, да, чтобы выезжать куда-то за границу, наверное, иметь всё-таки опыт какой-то разговаривать на английском, потому что это нужно. Без этого сейчас никуда и очень тяжело. Вот. В последнее время, после Нового года, наверное, усиленно, в постоянное время завтрака я просматриваю телефон и проверяю каждый день свои акции. Которые мне удалось купить. Потому что в связи с политическими в последнее время страстями или страстями, как правильно, всё очень меняется. И поэтому приходится каждое утро заходить и смотреть, как рынок просыпается и что там происходит. Дабы успеть что-то вывезти или, наоборот, купить или продать. Вообще, когда я переехала в Москву, это было в 2013 году, из Омска одна, без мамы, без родителей, точнее, без мамы, без папы. Мне было очень тяжело, но я всё-таки собралась с мыслями и осталась в Москве, потому что папа сказал, если ты не остаёшься в Москве, ты заканчиваешь со спортом. Вот. И я со слезами на глазах всё-таки решила, что останусь в Москве, нужно попробовать. Спасибо моему тренеру, который меня нашёл и пригласил тренироваться. Когда мне написали про это, я подумала, типа, я же как бы из посёлка городского типа, не совсем из деревни. Но для меня это было таким, прям вот, переехать в Москву. Я там с мамой раньше кино смотрела по телевизору, как девочки в Москву переезжают. И для меня это было что-то такое невероятное. Я вообще сначала подумала, что это какой-то развод, но потом, как оказалось, что это всё правда. Вот. И когда уже я первый год переехала, у меня начались сразу тренировки такие очень относительно серьёзные того, что я делала раньше у себя дома. И, соответственно, в первый год я уже пробежала быстро по рекорду России 7.45 или 4.2. Вот. И тогда я уже, наверное, поняла, что всё, надо брать это в руки и по максимуму выдавать всё, что я могу. Вообще, если говорить о спринте, который был раньше, который сейчас, то есть я бы не хотела, наверное, себя даже сравнивать, потому что сейчас совсем другой век, тренируются все по-другому и, наверное, все понимают это. Вот. Поэтому, конечно, бежать там, например, 7 секунд или 7, это очень круто, это, блин, вообще невероятно. Но это такая уже работа, прям, я не знаю, на такие мелкие детали, когда тебе нужно прогрессировать уже за счёт механики, там, за счёт просто, ну, реально каких-то прям маленьких аспектов, которых иногда даже очень тяжело найти, да, за счёт, что тебе нужно там переработать, да, переварить, чтобы прибежать быстрее. Вот. И поэтому к этому, конечно, нужно стремиться, но это очень тяжело, бежать из 7 секунд, бежать там ближе просто хотя бы к 7, потому что это прям такой уровень уже невероятный. То есть в мире бегут, возможно, там в сезоне, если кто-то пробежит, там 7.02, это считается невероятно круто, офигенно, просто там думаешь, капец, как это вообще можно делать. Хотя, там, 3 года назад я думала, как можно бежать, типа, 7.10, 7.20 даже, я думала, блин, это нереально, наверное. То, что ты выходишь тут в России, понимаешь, что ты бежишь сейчас совершенно один, то есть сам собой, по сути, тебе нужно показать время. Иногда ты даже не можешь просто, не знаю, настолько собраться вот на всё, что у тебя есть, чтобы там выдать максимум. Поэтому в том году, например, я понимала, что ещё бы один старт, я бы, наверное, пробежала быстрее. Особенно в какой-нибудь такой, там, типа, чемпионат Европы. Я думала, блин, вот если бы я поехала, я бы сейчас вообще взорвала бы. Но, к сожалению, увы и ах, не получилось. Точнее, я не виновата в этом, но есть как есть. Ну да, с одной стороны, четвёртое место на Европе было и самым обидным, и с другой стороны, лучшим. Ну, потому что личный рекорд плюс, ну, четвёртое место я там никогда не занимал, не приближался. И, в принципе, я не уступал. Вступал в 15-м году, ну, там травма, я сошёл просто. Как бы и так, и так, ну, наполовину, я думаю. Ну, было очень обидно. Мне ещё дали четвёртый номер по четвёртой дорожке. Я прям за минуты две до старта такой, думаю, не дай бог. Нахер. И прибегаю, такой, думаю. Да, так и получилось. Четвёртая дорожка, четвёртый номер, четвёртое место. Когда была эта вся изоляция, мы сидели сначала с Артёмом дома, потом начали тренироваться тут недалеко от дома, соответственно, ездили все вместе. Я такая с многоборцами. Подготовительный сезон с многоборцами. Вот это всё с многоборцами. Сейчас у меня немножко поменялась подготовка, и этот сезон, так как мы уже работали очень много вместе, я решила уже доработать с Артёмом, с его тренером, и уже посмотреть там по итогу, что получится. Вот. А насчёт того, что пробовала ли я себя в каких-то других видах, и вижу ли я себя, я хотела попробовать 400 метров как-то, но я уже прям настроилась, была заявлена. Но у меня на разминке что-то как-то заболела задняя, и я такая не побегу. Видимо, это знак, что мне не надо этого делать. И всё, я так и не попробовала. Вот. А по поводу, например, тех же барьеров, возможно, я бы могла бежать там относительно как-то быстро, но я боюсь. То есть для меня барьеры, это, наверное, какой-то страх. Я вот не понимаю, как Артём их бегает. То есть для меня это... Я даже не понимаю там технику, суть, как там сделать быстрее, как там ноги поставить. Ну, типа так вот. Если походить, я смогу. А вот пробежать, это уже тяжелее. Поэтому нет. Я как бы не вижу себя в других, наверное, видах. И я ещё как бы в спринте не реализовалась, поэтому я об этом пока точно не думала. Поднадоело вот это в связи с недопусками, всей вот этой изоляцией России, выступления на российских только стартах. То есть ты полгода готовишься к ногоборью. Ну, достаточно такая трудная подготовка. И ради того, чтобы выступить просто на чемпионате, ну, я понял просто со временем, что этот... Ну, не стоит этого того, как бы тех сил затраченных, тех эмоций ради вот этих выступлений на наших стартах. Вот и всё. Просто как бы поднадоело. Поэтому решил, что в ближайшее время я просто побегаю барьеры. Во-первых, стартов больше. Во-вторых, ну, всё из этого истекает больше стартов. Ты можешь выступать, ездить хоть каждую неделю. Даже у нас в России хоть что-то есть. Вообще, я бы не знаю даже, как отметить свою самую важную победу. Я бы отметила, наверное, всё-таки прошлый чемпионат России, всё-таки в помещении, когда я пробежала очень быстро. Для меня это было, ну, такое прям что-то. Что-то прям такое крутое и невероятное, когда 7.09. Вот это круто, да. А какие-то победы. Ну, было очень много эмоций, когда мы на чемпионате Европы в Цюрихе пробежали, с Тафету третьим. Я даже не понимала, что мы пробежали третьим, потому что я бежала последний этап, и я такая прибежала. Что происходит? Не понимаю. Девчонки бегут, обнимаются. Ну, потом я уже поняла, что вроде как мы, типа, в призах. И это невероятно круто. А вот эти эмоции, которые ты испытываешь на международных стартах, это вообще что-то нереальное. Ну, то есть, в России такого не испытаешь на чемпионате России. Поэтому, ну, наверное, запоминающихся это чемпионат Европы в Цюрихе, да. А самое важное для меня, наверное, это был прошлый чемпионат в России в помещении. 60 или 110, я думаю, да и то, и то, и зима важна, и лето важна. Просто 60, наверное, получается пока что чуть побыстрее. На 110 нужно больше работать на тренировках. У меня пока этой просто базы, ну, нету, так как многоборья, раньше все это делал. Тренировался к многоборям. А в целом вообще, ну, преимущественно, хотелось бы на 110 реализовать себя как-то повыше, потому что все-таки олимпийский вид летом, все крупные турниры летом. То есть 110 это как-то такая прям главная, наверное, дистанция. А 60 это такая проходящий вид зимой. Тоже круто, конечно, быстро бежать, ездить на чемпионаты Европы и мира, но в целом, я думаю, преимущество это лето. Слушай, ну, он пока что, Шубенков, Сережа, нагул у всех выше, поэтому как таковой конкуренции там между собой и ними я не вижу. У меня больше конкуренция с самим собой пока что со временем. Просто хотелось бы выступать с такими людьми на стартах, чтобы тянуться за ними, и чтобы, ну, самому больше прогрессировать. И даже, чтобы не только он бежал рядом, а чтобы еще там 2-3 человека бежали на его уровне. Я думаю, это придает силы и драйва какого-то, и как раз дает прогресс. Я бы вообще хотела жить где-нибудь в Спании, на Бали, или еще где-нибудь в теплом месте. Потому что я вообще не представляю, как я раньше жила в Омске, и мы в 30 градусов ходили гулять по вечерам, там час вот мы ходили там по своему селу, гуляли вот это в снегу, закутанно и холодно. Я сейчас выхожу, когда я минус 5, и говорю, Артем, капец дубак, просто дубак, нереально идти. Говорю, пойдем домой, все. Ну, то есть, как бы я вообще холод не очень сейчас переношу, хочется куда-то потеплее. Может быть, в дальнейшем мы куда-нибудь уедем на юг, ну, в России, скорее всего. Вот. Ну, пока что непонятно. Вот. Как все успели заметить, сейчас тренируемся в Пуме и сотрудничаем с Пумой. Вот. Решили мы перейти в нее, во-первых, потому что у нас менеджер более, ну, будем так говорить, хорошо общается, да, с Пумой. И предложил нам, да, предложил нам, хотели бы вы перейти. Я такая думаю, хотела бы. Вот. Конечно, хотела бы. Я такая говорю, Артем еще вот у меня есть, давайте еще Артема. Ну, и вот как-то так получилось. Вот. Но вообще я как бы раньше, когда ходила такая мимо магазина, всегда думала, блин, я бы хотела, типа, вещи Пумы, потренироваться в них, потому что в Найке ходят все, типа, все просто как, как сказать, когда все одинаковые. Ну, вообще, короче, все одинаковые, все в одном и том же. Ты приходишь на тренировку, у всех одинаковые лосины, топики и думаешь, блин. А девочкам это не особо нравится, как все в одинаковом. Типа, типа, что-то другое. Вот. И я была очень рада, конечно. Ну, типа, я не раздумывала, сказала, да, конечно, мы только за. Ну, я только за, и потом уже там подтянули Артема к этому. От обуви я, наверное, получил удовольствие вообще с самых первых примерок, еще когда я даже в ней не бегал и просто мерил еще у нас в офисе Пума Раша кроссовки беговые. Я прям кайфанул знатно, потому что, ну, куча моделей, которые растянутые у них, по-моему, идет наименование от каких-то более коротких бегов и до более длинных. Удобные все. Ну, я для себя уже за эти, там, пять месяцев какие-то модели наилучше выбрал, в которых мне более преимущественно удобно. Шиповки, в которых сразу вставлено карбон. Это тоже, ну, наверное, новые технологии. Это очень круто. Уже полгода мы в них бегаем и только, я думаю, кайфуем. Никаких там плохих признаков по этому поводу у меня не было. Суперудобно, суперлегко и суперупруго то, что, как бы, для спринта очень ценится. И самое крутое, что вот уже полгода интенсивных тренировок и шиповки, как вот первая примерка, так и последняя, они сохраняют свой вот этот внешний и технический вид. Это очень радует, потому что в прошлом такого у многих брендов я не замечал. Изоляция для нас прошла относительно нормально. Ну, для меня так вообще это было положительнее время, потому что я там сделала все операцию. То есть для меня это было даже в плюс. Ну, то есть я ничего не потеряла, я просидела дома, то есть восстановилась, и мне было нормально. Поэтому у меня все было хорошо. Время с пользой провели. Да, я провела время с пользой, я сразу подумала, блин, сейчас есть время, надо его использовать. Поэтому у нас был еще тут парк, мы ходили периодически тренироваться в него, потихонечку бегали. Артем там строил все барьеры. Самое напряженное было, что мы не понимали, что будет в плане спортивной деятельности там вообще ближайшее время, поэтому сразу как-то для себя решили, что, наверное, стоит сказать просто стоп сезоном и уже вот этим не заниматься никаким форсированием тренировок потом. Ну, потому что там до июня, наверное, никто не знал, где выступать, когда выступать. Парился полный бред, тут никого никуда не выпускались. Поэтому мы сразу определились, что выступать, скорее всего, мы не будем, потому что толку от этого абсолютно никакого нету. Просто такой подготовкой с непонятным постартом. Плюс у Кристины была операция на нос, которая благополучно зашла в это время. Причем решили мы это буквально за неделю, что, ну, пока есть свободное время, надо этим воспользоваться, чтобы спокойно восстаниться, никуда не торопиться. Поэтому жили, тренировались, ходили, где могли просто. Первое время на ступеньках тут что-то делали, потом начали ходить во двор уже что-то делать. Потом барьеры я себе решил сделать, даже готовиться. Через два дня у меня барьеры эти украли, поэтому подготовка пошла чуть не по плану. Да, заказал балки, в этом веру Амерлен. Смонтировал эти барьеры, поставил, а их украли. Нет, меня отсюда украли. Я пошел в парк тренироваться, думаю, ну, оставлю их там, что я буду ходить каждый раз. На следующий день пришел, хуже там нет. Причем они сломаны, опилки валяются. Написано было не трогать, пожалуйста. Мне помогло. Ну, просто больше мы даем предпочтение, наверное, инстаграм. Просто туда какие-то посты. Я люблю там периодически отвечать на какие-то вопросы, которые мне там задают в плане спорта, потому что, ну, очень много таких вопросов бывает. Но кому интересно, на самом деле. Да, то есть я понимаю, что меня там спрашивают такие вопросы, ну, которые, в принципе, наверное, любой спортсмен там должен знать, а у нас как бы этого не знают. Ну, то есть такие моменты самые простые, и я иногда вот стараюсь как-то помочь, потому что, ну, кто еще будет это делать, если не страшно. Нужно делиться информацией с молодым поколением, и как бы инстаграмм рассказывать. Для них это будет очень полезно. Мы всегда стараемся с какой-то отдачей отдавать. Если людям интересно, почему нет? Почему бы не поделиться опытом, не рассказать там о каких-то... Понятно, мы там не рассказываем свои тренировки, типа, вот Артем сегодня бегал в барьер, и там столько-то шагов. Как я вам сказал, в видеоблоге все есть. Да? Да. Ну, я не рассказываю там четко, какие я там секунды бегаю на тренировках, какие я работы делаю, но иногда могу сказать, что там вот нужно делать такое-то, такое-то там, но вот прям в плане четкого построения тренировок все равно мы как бы не... Мне шеф даже сказал, построил ваш последний видеоблог, но вы прям, говорит, все наши, всю методику раскрыли, все тренировки, говорит, ну, и что такого? Ну, типа, это нормально. Вполне нормально, да, если... У нас люди не привыкли просто делиться друг с другом какой-то информацией, не взаимодействовать друг с другом, то есть, мне кажется, у нас тренер какой-то там боится сюда подойти, куда-то что-то, например, другого тренера что-то спросить, там. Понятно, не давать там, что вот, иди смотри там на его спортсмена, возможно, какие-то моменты там, да, все-таки, которые он там не до конца понимает, можно было бы там подойти, там спросить. В целом, было бы лучше, если бы все спортсмены хорошего уровня делились какими-то своими моментами там в тех же социальных сетях, тренировочного характера. Для молодого поколения, я думаю, это очень круто, потому что я был когда молодым, да и сейчас, я часто смотрю различные видео, там, других зарубежных атлетов или просто каких-то спортсменов, не знаю, мне кажется, я весь YouTube там 15 лет перерыл, как там кто бегает, как там кто прыгает, пытаясь что-то там у себя построить в голове, но это дает очень многое на самом деле. Я Артему всегда говорю, типа, давай, пиши посты в Инстаграм, ты же так хорошо всегда все говоришь, а он говорит, я не хочу, я не буду. Не хочется писать что-то такое пассивное, наигранное. На самом деле бывает, когда просто ты, ну почему наигранное? Ты же даешь какую-то информацию, просто, ну ты даешь информацию, а тебе в ответ, то есть, вроде люди интересуются, а вот прям обратной, типа, связи от них ты не чувствуешь, потому что если ты выложишь какое-то фото в купальнике, да, там, извините, с попой, с красивой, тебе, блин, просто, вот, пять тысяч лайков. Там и пост не нужен никакой. А тут вот ты возьми, пожалуйста, тысячу лайков. Ну, как бы это я так утрировала. За полезную информацию. Суть в этом, типа, да, ты вроде пытаешься, иногда я после этого такая, да ну нафиг, типа, я не буду ничего рассказывать, все, пофиг, типа, не буду никакие там вообще ни упражнения, ничего показывать, думаю, все, и все. Ну, а потом, как бы, вроде опять, ну ладно, что-нибудь расскажу, типа, ну, опять же, уже не с таким хотением, что прям вот вести постоянно, рассказывать там каждый пост, вот это все, это, типа, не про нас. На тренировочку обычно чего-нибудь вкусненького можно мешать. Сегодня у нас и затоник, и яблочный. С витаминками и минералами, я думаю, будет вкусно. Вообще, этим летом мы ездили автомобильное путешествие на машине, у нас тогда еще была другая машина, Volkswagen Golf, такая маленькая. Вот, мы там на заднем сидении сушили носки и все прочее. Вот, но мне очень понравилось. Ну, конечно, мне не хватало то, что Артем бы тоже периодически, хотя бы, сидел бы за рулем, но так как у него нет прав. Пару раз были такие ситуации, когда мы чуть не попали на полицейских, или как там правильно сказать, вот, и, короче, больше он не садился за руль, потому что это было опасно. Поэтому все путешествие за рулем была я. Но, в принципе, мне было относительно легко, я водить очень люблю. Права у меня больше, чуть, чуть больше года, где-то, да. Но вообще, когда я первый раз села, я такая, я не поеду, я не буду водить. Особенно первый выезд на МКАД был вообще для меня просто что-то нереально. Там эти фуры, короче, таксисты вообще это жесть, да. Я стараюсь их как-то объезжать, потому что один раз уже я попала в аварию с таксистом, который решил по каким-то причинам, что я просто должна была его пропустить, хотя я как бы не должна была его пропускать. Вот. Но, слава богу, там была камера, и все пошлось. Вот. Но, в целом, сейчас у меня новая малышка. А я ее люблю. Обожаю. Мне даже не жалко ее заправлять. Вот. Ну, Артем очень любит сидеть, когда я его вожу. Я его вожу всегда, я у него как личный водитель. Вот. Надеюсь, он скоро получит права, и уже... Крыши устроятся. И уже я буду сидеть. То есть, 26-го числа я прихожу и его вижу. Да. Вот. Ну, и все в целом. Сначала у меня очень близко сиденье, все смеются всегда на ногах. Говорят, как ты так близко сиденье к себе подвигаешь? Тебе же неудобно. Я же маленькая, у меня ноги-то не дотягиваются. Самое яркое наше путешествие было совместно. Это прошлогодняя поездка в Крым. Потому что три недели на машине, мы вдвоем. На заднем сиденье палатки и наши вещи, и больше ничего. Это была такая импровизированная штука. Мы не бронировали ни отелей, ничего, но было реально круто. И, наверное, ну, наверное, это больше не с чем сравнить. Мы ездили там еще пару раз в Турцию отдыхать. Но это были там два-три дня отдыха такие классические в отеле. Но это совсем не то. Много куда хотели съездить, планируем. Летом даже думали вот еще перед Крымой поехать на Бали просто уехать. Ну, время было, думаю, блин, а что бы нет? Но потом поняли, что границы все-таки закрыты, и тогда не получится. Наверное, Бали очень интересно посетить на долгое время, потому что далеко очень лететь. В Европе где-нибудь... Ну, ближайшие, наверное, хотели в Каппадокию съездить, в Турцию. И если получится, то в ближайшее время, возможно, на пару-тройку дней туда обязательно съездим. Слушай, я думаю, много в мире красивых мест. Ну, Штаты, наверное, тоже одна из... Одно из тех мест, куда хотелось бы съездить и посмотреть на эти города, просто посмотреть на эту культуру, другую за океаном. Но это уже, наверное, более отложенная будет поездка. Пока что времени у нас на такие поездки как бы нету в связи с подготовкой сезона соревнования, все равно на это тоже требуется немало времени. А ты массажер мы не взяли, да? Там даже топорчик есть, походу. Не нашел? Сегодня мы побегаем. Немного стартов с колодок. Первый, второй, третий барьер Кристина будет стартовать. Просто с колодок, да? Поэтому тренировка будет небольшая, довольно легкая, просто техническая, потому что скоро уже соревнования, поэтому все тренировки довольно короткие проходят и интенсивные. Около максимальных скоростей. Ну, надеюсь, сегодня получится сделать хорошую техническую. Состояние вроде неплохое. Немного отдохнули. Поэтому погнали разминаться, тренироваться. Артём, ну, мы сегодня старты на барьеры, первые два-три. Да, 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 да. То же самое, да, Крисин? Стартики. Ну, все, готовьтесь. Техническая тренировка у Артёма. Стартовый разбег на первые два барьера. Готовимся к Оренбургу. 30-го числа будем бежать в Оренбурге. Ну, что хочется сказать. Ну, начало было, на мой взгляд, неплохое в Екатеринбурге. Ну, немножко не получился старт, не попал в старт. Поэтому результат был 73. В принципе, сегодня на первом старте Артём готов был поменять 70. Ну, планы были поменять 70, разменять. Это было бы идеально. Но ложилось, как говорится, не так, как мы рассчитывали. Но опять же, это спорт. Первый старт всегда непредсказуем. Поэтому все равно, я считаю, старт достаточно успешный был. Причем был сделан большой объем. Мы практически не бегали метр шесть. В принципе, мы только первый раз на старте побежали метр шестые барьеры. Поэтому ситуация была такая, ну, скажем, сто процентов говорить, что вот он сделает такой результат, мы не могли, потому что это первый старт. Ну, тем не менее, процесс тренировочный складывается, на мой взгляд, планомерно. Рост результатов в тренировочном процессе растет. Ну, я думаю, соответственно, это перенесется и на соревнования. Ну, уже скоро мы это узнаем, 30-го числа. Почему многоборье не делаем? Почему ушли из многоборья? Ну, вы знаете, многоборье, да, это прекрасный вид спорта. Я его люблю, я сам многоборец и буду всегда предан этому виду спорта. Ну, когда у парня проявляются в каком-то в отдельном виде очень-очень хорошие, серьезные результаты, то, мне кажется, надо это использовать. Варианты выступления многоборья тоже не убираем прям сто процентов, потому что мысли тоже есть в голове, почему бы зимой многоборье не делать. Все-таки зимняя многоборья – это не лето, 7 видов, без длинных метаний, без 400 метров. Может быть, мы где-то какой-то сезон и совместим барьеры и многоборье. Ну, будет все зависеть от Артема, тоже от его желания и от сезона. Так получилось, что летом я не выступала, ну, по причинам самоизоляции, личным причинам. И сейчас был вот первый старт в начале сезона зимний. Было немножко страшно, потому что получился такой долгий такой перерыв, почти целый год. То есть мы не выступали, не было соревновательной практики. И вот именно такое внутри, вот, ну, страх входить на старт, потому что ты, как бы, вроде понимаешь на тренировках, на что ты готов, но все равно думаешь время, как я сейчас прибегу, а вот как получится, не получится. Раз, два, а потом на третьем шаге просто включи руки вот в таком же положении, вниз, вот с руками. Первый старт прошел относительно хорошо. Начала я его, ну, как обычно, то есть, как обычно, когда я начинаю хорошо. Вот, то есть 7.23 я пробежала, очень даже неплохо, пока что даже никто в уроке меня не перебегал. Вот, но надеюсь, что дальше будет лучше. Конечно, хотелось бы первый старт с 20 выбежать, но проблема, наверное, была в том, что там немного другой часовой пояс, и вот все вот так вот было скомканно. Вот, и поэтому, наверное, не получилось. Ну, очень много различных причин было, вот, но надеюсь, что следующий старт уже будет быстрее. Так что в целом я пока довольна сезоном, как он начался и как он продолжается, тренировки и все остальное. Начало сезона получилось не самым лучшим, как хотелось бы. Я думаю, долгий перерыв дал свои какие-то нюансы, коррективы внес, пробежал. Ну, не сказать, что плохо, но и не так быстро, возможно, как хотел. Связывает, наверное, с тем, что 8 месяцев все-таки получилось такое длительное затяжное межсезонье, в которое, точнее, мы особо никаких там взрывных таких около максимальных нагрузок не делали, и поэтому организм еще какой-то находится в какой-то спячке как будто, поэтому секунды не самые быстрые. Так, ну что, устанавливаем колодочки, у меня тут, секретно, полторы-ста тысяч меньше, не 2, и 8, поэтому допоминайте, если хочешь пробежать так же быстро, если у вас такие же длины ноги. Рад, что начали наконец-то стартовать, выступать. Очень много это эмоций приносит, и надеюсь, что уже следующие старты начнем потихоньку разбегиваться и форму нашу улучшать. Следующий старт планируется 30 января, в Оренбурге побежим будет кубок губернаторов, по-моему, Оренбургской области, ну, неважно. Короче, русская коммерция одни из. Еще ни разу там не было, очень хочу туда съездить, говорят, очень крутые соревнования. Потом это будет русская зима 6 февраля в Москве, и чемпионат России, получается. Всего 3 старта осталось не так много, ну, и я думаю, как раз хватит, чтобы показать свой результат хороший, и все-таки надеюсь, что получится, возможно, зимой на какой-нибудь чемпионат Европы, если наше руководство все хорошо сделает для нас. Олимпийский год, что можно о нем сказать? Интересно, очень-очень надеемся, что уже наконец-то сложатся какие-то полноценные старты, и мы сможем полноценно выступать за рубежом, и в том числе и отобраться на Олимпиаду. Ну, наверное, основной целью стоит, единственная задача, это выполнить норматив сначала, и потом уже думать о каких-то дальнейших. Ну, хотелось бы, конечно, выполнить его на международных каких-то стартах, потому что там более реально его скорее выполнить, чем у нас, потому что российские старты очень менее эмоциональные, к сожалению. И когда ты туда приезжаешь, то результаты, ну, тот уровень, который хочется показать для Олимпийских игр, конечно же, я думаю, легче и проще даже для самого себя будет показывать где-то за рубежом, на зарубежных стартах, может, не на каких-то больших, но все же где-то там с незнакомыми ребятами. А я, конечно, очень хочу поехать на Олимпиаду, пробежать 11 секунд, быть очень быстрой, но... Пробежать финальный? Каждым годом... Не знаю. Давай без пессимизма, у нас трактор. Ну, а в смысле без пессимизма? Я говорю как есть, то есть 5 лет, 5 лет ничего не происходит, даже нет нейтрального статуса, то есть, ну, как бы, не знаю, чего ждать, о чем надеяться, просто хочется. Тут уже просто от меня как бы ничего не зависит, я сделаю все, что могу, пробегу как можно быстрее, а там уже... У нас цель одна – показать просто высокий результат, выполнить норматив и дожидаться того исхода, который... Так очень хочется. ...сделает Олимпиаду для нас возможной. Друзья, я надеюсь, что вы выдушевлены героями нашего сегодняшнего выпуска, так же, как и я. Плюс ко всему, это наша первая съемка в 2021 году, и мы экспериментируем с форматами, надеюсь, вам зашло. Обязательно пишите комментарий, пожалуйста, как вам сегодняшний выпуск, именно с точки зрения съемки и монтажа, это очень интересно. И отдельно я хотел бы сказать очень важную вещь. Буквально вот вчера Ирина Сахмадеев выложил пост, ссылка на него будет в описании к выпуску, там даже два поста, о ситуации в нашей легкой атлетике и отношении государства, регионов к нашим спортсменам. Мне кажется, это очень важно. Прочтите. Спасибо. Спасибо.